девочки мальчики ну что я вас приветствую время работы на дарквуд да кто-то называет эту колоду лихолесия кто-то называет ее чаще темный лес вот колода психологическая колоду на проработку теневых особенности наши которые мы очень часто не хотим замечать но при этом отличная колода на расклады которые касаются отношений взаимоотношений психологических портретов и прочих прочих таких приятных вещей да если мы хотим почувствовать себя детективами нашей реальности и так 1 зеленый 2 оранжевый 3 полосатые темы сегодняшнего расклада да 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 на отношениях мы сегодня с вами работаем его планы посмотрим психологический портрет посмотрим как он вас видит и посмотрим его планы на вас и так зеленый оранжевый полосатый в инфобоксе время начала вашего видео вот я думаю что административные паузы мы никакие делать не будем потому что вся информация про проживание она многократно озвучена она есть на канале отдельное видео что он дает проживание старших младших арканов если вы планируете эту историю но не решили я недавно снимала расклад на тему что же даст им проживание арканов неважно вы бы это будете делать со мной или не со мной но опять же я могу отвечать исключительно за свою программу поэтому как бы если хотите велкам то есть если вы находитесь в россии это платформа бусте если вы находитесь за пределами россии это спонсорство через youtube и вы получаете доступ ко всем нашим болталкам и собственно ко всем нашим проживанием проектам которые еще планируются но только нет немножко нужно восстановиться после всего происходящего дай немножко взять паузу и посмотреть уже стремительно меняется мир за окном до чтобы уже на свежих энергиях планировать вам какое-то обучение курсы и так далее то есть она все безусловно есть вот но мне нужны финальные штрихи а я их сейчас пока не вижу точно мне нужно чем-то прям все эту историю отшлифовать поэтому я пока выжидаю но все будет все что обещала все будет так зеленый оранжевый полосатый ну что в инфобоксе время начала вашего видео планы для тех кто у меня в отношении для тех кто пытается в них вступить и считает что точно не запачкается что уже готов к чему-то новому и прекрасному или у кого допустим дам я не знаю пауза затяжная да и не совсем понятно что же мужчина планирует опять же расклад по просьбам многочисленным просьбам и подруг и клиенток и запросы ваших директор я их периодически читали мне администраторы передают да очень распространенная тема пишите мне свои личные истории это связано с мужчинами и собственно и женщинами их они такие и собственно здесь давайте разбираться стоит ли тратить время на все эти драматические приключения зелено-оранжевый полосатый единички ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами в ролик ну что на прямых на перевернутых чё вообще как с этим вас колоды видит десятка кубков что-то вы такие недоверчивые да либо уставший от семейных отношений либо какая-то тегомосина у вас есть эмоциональная можно наверно да так сказать простонароднее дата говорят тегомосина десятка кубков перевернуты как отрицательно накоплены потенциал возможно как очень сильное желание любви или отношении вот что-то такое понимаете но гнетущая тревожная там нет положительной энергии тревожное скорее душа скорее всего измотал да давайте психологический портрет давайте наверное ваших отношений отношения к вам смотрим что зачем мне смотреть ваши отношения к нему правда и одной карты план но мы его раскроем думаю как цветочек такой служим давайте психологический портрет отношений чё-то между вами подавленные эмоции рыцарь кубков перевернутый да не совсем понятно кто какую роль выполняет в этих отношениях кто ведет кто ведомый соответственно кто им же в этом всем потому что ощущение что женщине возможно приходится решать больше чем мужчине а я бы хотела чтобы мужчина решал ну и всем такая история но невозможно что это еще может быть тайная страсть потому что подавленные эмоции все таки да здесь мужчина женщина все-таки заложенных ситуаций но очень похоже на самом деле что отношения ценные при этом цены они обоим дадись меркантильный страх потерять имеющиеся да но при этом постоянно это перетаскивание одеяло если это ситуация которая связана с треугольником вы например смотрите дополнительного мужчину здесь наверное вопрос что мы крайне сложно идти и уйти из семьи ради вас условно поставить вас на первое место потому что это вопрос финансов этого просто например беременной жены еда или там вопрос взаимоотношения детей опять же да безусловно на мужчины влюбленные вот это все эти все энергии флюиды чувствуются и как бы вашу естественно сторону но слишком разные наверное приоритеты и понимаете выбор любовь морковь а у него скорее всего еще такая про практичная наверное часть до практичная часть на фото видите еще не доставала перевернутого иерофанта теперь все-таки чего достала и прогнозировала думала там будет либо король пентаклей а либо иерофант вот да понимаем прекрасно что вполне может быть мы хотим здесь семьи мы хотим серьезных серьезного выбора наверное да все таки чтобы он озвучил планы а у него либо кто-то если бы он все никак не разведется и скорее всего на чаши весов него его собственное благополучие благополучие его детей например бывшей женщины но сейчас вот посмотрю у меня что-то ощущение что здесь не одна явно в эта ситуация абсолютно не одна и вот ему вероятно нужно принимать очень важное решение как определенный кармический экзамен да что он сделает условно что он решит скорее всего у вас еще а ситуация которая связана с соперничеством если вы знаете про наличие треугольника и вы ждете чтобы сделал выбор как бы ваш пользу ладно давайте посмотрим как он вас видит как он вас видит в этих отношениях он готов заботиться это однозначная история не это понимаю что даже если вас длительное знакомство фазу отношений вы на самом деле перешли недавно потому что паш пентакли сказать что по этой карте вызрели отношения нет еще могу сказать что может быть разница в возрасте может быть разница которая связана социальным статусом вот смотрите не зря мне показывает мазь пентакли плюс еще и рафан мощные достаточно энергетически заряженные карты я так хочу сказать вот еще по поводу психологического портрета ваших отношений ощущение что вы ждете от него эмоционального проявления понимаете эмоциональной заинтересованности но вы даже не понимаете что же он конкретно хочет да что он конкретно готов делать потому что посмотрите он нам показывает и начало масти дату спинтакли перевернуты все никак не начнутся возможно новые отношения да если все таки мы рассматривая например что он связан с бывшей женщиной либо допустим у них там номинальный брак но это вот когда вот он так фактически да считается по паспорту штамп вот но при этом никакой эмоциональной связи между партнерами нет потому что явно он разрывается на здесь как бы это очень четко показывает что ваше отношение вмешивается еще прям третье лицо и третье лицо на очень важное для него это либо жена либо мама и бывшая женщина там с детьми и так далее да то есть та часть жизни которого абсолютно не нравится но вам придется с этим считаться ну такой вот особенности как бы ваших отношений связи 1 ну тайная я не могу сказать по-другому пока она на самом деле тайна и понимаете пока вы не обладаете дайте достаточно большим количеством очков до чтобы занимать вверх турнирной таблицы вот так вот скажу вот почему еще говорю по пажу пентаклей ощущение что заботится там хочет на самом деле как бы и видеть что и вы о нем заботитесь потому что если паш пентакли обоюдный то это достаточно теплые отношения да это когда мне важны чувства и эмоции партнера когда я спрашиваю ты покушал ты там ты пока кол ты заболел как ты себя чувствуешь там доброе утро вот что то такое да то есть когда мы даем а партнера ощущения ценности и важности при этом вы стали требовать большего а он к этому большему точно не готов до десятка жезлов здесь у нас то есть мы стали вы вы вернее да мы говорим а вы стали оказывает на него давление вот такой а чё вы собственно и как бы ну семерка жезлов то есть оказываете давлением блин вот прилетела откуда не ждал условно да то есть все же было нормально это вообще чё что давишь то хочу стали давить расскажите потому что вы перед выбором ставите пятерка жезлов перевернутая до выбираю словно куда пристроить свой мухомор можно так буду говорить грубо но просто для некоторых это очень точно и лаконично момент конкуренцию сильно присутствует ну с кем ты короче вы конкурируете можете с его детьми может всего бывший женщина может его мама с его работой короче вы тут конкуренции то есть наш курс то есть часть жизни которая вам не нравится потому что в этом не на первом месте хорошо давайте еще вот отношения к вам в этих отношениях я могу сказать что в какой-то момент вы стали ему неудобны потому что он там как-то вас немножко отстранял до занимался своими делами собственно когда у него была минута релакса он видимо там как-то посещал вам спрошу что делаешь там еще да а сейчас получается что вы претендуете на что-то очень как бы важное в его жизни да и что-то ради вас ну придется на самом деле подвинуть и он правда к этому оказался не готов то есть смотреть у него получается на чаши весовый бедный мужик как он кстати с сердцем не страдает я ну короче я могу предполагать что она у него болит точно ли сосудами кстати проблем что у меня ощущение что прям вот как будто что-то в голове взрывается да ну вот от напряжения понимаете вот как будто знаете прям аж вены на бог сдуваются от усиливаешь он очень много думает сейчас как будто очень многое поставлено на кон для него да с одной стороны взаимоотношения с вами и это уже действительно какой-то край и он это не может контролировать может быть он действительно не понимаю что наконец-то его жизнь пришли чувства но он еще понимаете задолбался от ревности он реально здесь задолбался от ревности потому что скорее всего понимает что он не может сейчас оказывать вам столько внимания сколько нужно и он очень боится вообще что на его место придет тот кто будет рядом с вами понимаете и она кого вы очень быстро переключитесь он по этому поводу очень сильно переживает это в принципе я так хочу сказать вот номинально вроде как между вами отношения есть там вот это как бы тройка пентаклей я еще так хочу сказать если все таки вы подозреваете что могут быть какие-то магические действия которые прикрывают его дороги по отношению к вам вы правы но ощущение что очень мощно то ли чистят сейчас то ли что-то такое прям святой воды вижу все не знаю чем связано может быть здесь родовые защиты вмешиваются мне просто показывает что вы как будто знаете ли спасаете вот крученых свечей что скручивает бедно если это то о чем как бы идет речь этой семьи идет а еще мои котики у меня ощущение что вы очень сильно хотите забеременеть потому что здесь там пахнет беременностью здесь прям пахнет молоком ну а кстати это очень сильно боится потому что если это случится ему действительно придется принимать очень важное решение а если вы реально забеременеть и может придется уходить из семьи вы понимаете и либо там от того человека с кем он все-таки не может совершить этот обряд скажите мне сепарации вот но если мы с вами о том о чем как бы явно мигнул это цыганская магия но понятно как бы да что каждый будет читать так как нужно а я вам просто показываю что вижу по что вижу иголки кстати может быть в кармане пиджака может быть еще что-то найдете вот и вот они прям поломанные какие-то буллинные игры просто огнем поджигают там вот это вижу очень свечи крюченые но давайте так а поскольку вас огромное количество людей просто вы меня прям ну просите смотреть майки я могу ее смотреть и воспринимайте пожалуйста это нормально потому что если у вас не было диагностики как бы ну подтвержденный зачем натягивать сову на глобус понимаете еще кстати могу сказать но у меня знаете очень много информации про вашего мужчины идет он прям очень сильно разгневал высшие силы вот ощущение что не прям подарки от судьбы были на он как-то ими воспользовался будто так и надо как будто он сейчас проходит прям череду кармических уроков немного показывают я просто пытаюсь сейчас я ладно и короче я буду говорить как в потоке вижу ладно ощущение что ребенка забирает из семьи я не знаю что такое или как будто знаете вот чужая мать ребенка воспитывает может быть у вас хотят забрать что-то не если мы смотрим на бывшего например и вы сейчас смотрите ситуацию до которая говорит о том что заберет он ребенка или нет но что-то еще действительно может делать на зло потому что он говорит что вы его за горло схватили то есть он знаете как реальный заложник обстоятельств вот не вы заложницы как вот да вам кажется а он заложник ну что хорошо планы на вас ну давайте так я сейчас конечно раскрою потому что все-таки карта мира будем ли мы ее переворачивать хотели же все-таки работает на прямых позициях или не хотели не будут приворачивать пусть отлично как говорят колодки я кстати слышите стала прям ловить вот это сопротивление опять у меня ощущение проламывания амайка был границ это опять пошла ситуация с прямым перевернутыми позициями что честно про начинаю раздражаться со мной в комментариях вы читая о том что у вас и колода привернуты то что я приватную верчу она сама переворачивается какой-то прям сушки триггер стала ловить ладно разберемся кто-то из вас думает про эко просто слушать если кто-то думает про эко я так понимаю что он как заложник ситуации потому что он вынужден в этом всем быть он этого не хочет точно как будто типа знаете что-то пообещал а слиться уже не может знаете я вот когда смотрю этот расклад и мне четкое ощущение что у вас этим человеком абсолютно разные жизни но вы как будто все равно пытаетесь переплетать вот я отдельно читаю линию его судьбы понимаете линию вашу вот ваш вроде как должна уже по-другому идти продолжаться она все равно пытается вот как змея знаете переплестись вот стоя судьбой вот уже давайте вопрос как бы задавать все еще надо отпускать не нужно отпускать потому что сама по себе перевернутая карта мира это либо завершение цикла завершение отношений бывает такое конечно что это какой-нибудь ретроградный анатолий до который ты его как бы условно в окно он в дверь ну давайте я сейчас положу прошлое и будущее что было в прошлом перед картой мир башня перевернутая так скажите мне кто здесь ретроградный анатолий ваш мужчина на которого смотрите ли вы сами кого вот когда башня уже должна была случиться а вы на своей силе делаете все чтобы этого не случилось чтобы этого не произошло мы не отпускаем человека вообще не хотим и никак ну так что его планах то его планах сливаться его в планах реально сливаться прошлом ситуацию не тянет да и он и выворачивает наизнанку ощущение что нам реально говорит то что вы хотите услышать он сам запутался у него луна либо действительно кто-то влияет на его сознание сейчас просто трезво не может мыслить кто-то знаете вы дергать за веревочки вот а если просто просто он как бы в ситуации запутался ну я хочу сказать что не вы либо две женщины либо два очень как бы важных приоритет но он хитрым пытается на двух стульях однозначного сидеть там рыцарь пентаклей а в совокупности с луной просто в колоде это как бы не очень хорошая история ты иллюзия да что я вроде бы делаю то что тебе надо но при этом все равно я буду оставаться при своих интересах его а ситуация с тайной страстью абсолютно устраивает сказать что он готов выводить как-то вас в люди представлять как официальную женщину нет я в этом не уверена потому что видимо его ассоциируется какой-то другой женщины понимаете не с вами ситуацию усугубляется его семьи его близкими тем что действительно должен видимо червячками кормить своих деток да поэтому знаете вот ощущение что он ждет какой-то катарсис можно чтобы жена его выгнала такое тоже может быть там либо с работы либо еще что то есть он инициирует скандалы чтобы это было не его руками например чтобы у него не было чувственные например ну там перед детьми примеру ли там ну короче вот и все же немножко вам тянется а с другой стороны ему страшно что вы действительно рядом с ним можете быть и условно короче оказаться на расстоянии вытянутой руки понимаете ему прям реально страшно с вами сближаться потому что и поэтому ощущение что дико страшно поэтому вас отдаляет все дальше и дальше но вы конечно к его душе очень сильно прикоснулись и он чувствует вот что воспринимаете вы скорее всего его не как вот этого тролля на иногда понимаете периодически ему прям хочется все как билет рука дорвануть как бы уехать к вам если бы была такая возможность или вам условно как бы купить билет но эту ситуацию оттягивает до последнего потому что там как бы карта умеренности и он вроде как слушайте подогревает интерес да вроде что он там ну как-то эмоционально вас вовлечен а вот действия нет потому что действовать ему прям очень страшно действовать это потерять что жизнь которая у него была его к этому действительно не готов и он правда готов пожертвовать своим сердцем там не за своей любовью может быть своим благополучием хотя там ему совсем неблагополучно понимаете он этим не готов пожертвовать это оговорочка да по фрейду сказал готов нет не готов как еще раз он видит планы на вас у меня реально ощущение что на усиленно думает все так что тоже спланирует по повешенному то если вы ставите вопрос ребром признается ли он своей жене в этом всем то он очень сильно прям вот сыт прям это делает но скорее всего пока нет потому что колесницы перевернута и вот против зрея 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 планшет его тормозит у него какие-то мозги затуманены девочки по первому варианту поэтому я могу конечно предполагать что он не мыслит своей головушкой понимаете что им действительно управляет либо зависимое положение может там финансы бизнес может быть еще что-то там жену нигде жить например живет там не на своей территории вот и то есть какие-то обстоятельства да им управляет либо вот опять же предполагаю что может быть кто-то реально в куклу буду до из воска тыкает иголками он сам не понимает что он делает такое тоже может быть если вы это верите поэтому как бы просить от него какой-то адекватности сейчас ну нет это крайне сложно это просто взорвать себе голову лишить себя энергии вот такая вот позиция ну что . я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами разбираем ваши отношения давайте психологический портрет ваших отношений так смотрим отношения к вам потому что вы то знаете на свое отношение к нему ну давайте одной картой смотрим планы но при этом раскрываем тоже все эти планы эти планы раскроем вот такой вот у нас с вами получается цветочек будем сейчас его раскрывать ну что давайте психологический портрет ваших отношений с человеком о чем здесь стерка пентаклей умеренность да знаете либо это отношение на расстоянии короче то пусто то густо вроде как и попытка вообще вылезти до из опустошающие вот такой знаете история короче какой-то незакрытый гештальт который постоянно вас друг друга возвращает и вроде как вместе не вместе одновременно ну слушайте но как это знаете вот цикличный короче процесс у меня ощущение что вас короче подсаживаю да там на ожидании да вот не ощущение на ожидании собственной ценности может быть вы там хотите чтобы он действительно ради вас как-то поменялся человек вот он как-то меняется сильно не хочет судя по всему да да каждый пытается продавить свое чего от него там хотите вы кстати видите с ним перспективы двойка жезлов но хотя на самом деле мечетесь потому что видимо ощущение понимаете что вы протираете свое время на ступе яблок короче уже съели вот на этом почему-то решили остановиться потому что мы хотим зацепиться мы хотим какой-то серьезность мы хотим стабильности по умеренности и вот ощущение понимаете что видимо нам нужно эти отношения как вот выход как как подняться на следующую ступеньку или когда цепиться в чем-то там серьезно потому что нам действительно мы стали выживать мы устали может быть добывать деньги а мы устали добывать стабильность и мы конечно эту стабильности хотим хорошо а с его стороны одной картой формат отношений с вами понятно он делает что хочет он делает что хочет может быть действительно у него есть основная женщина император есть основная женщина ну так а так очень часто кстати бывает у мусульманских ребят когда женщина воспитывает ребенка он ходит налево вроде как порядочный семьянин не такой короче любители вероятно что там почесали между рогов ему на он будет конечно показывает что он очень порядочный но мне кажется любитель действительно походить налево кошак такой но он будет делать это тайна если он действительно в отношении в отношениях серьезно он будет делать это тайна вот и вы скорее всего на эту позицию согласны до девочки вам почему-то кажется вообще что все будет так как я хочу ладно ладно давайте как он там истинно относится веревки короче я хочу ведь я знаю как управлять буду видеть веревки ну такое себе такое себе вообще короче у меня ощущение что во первом что вторым по второму варианту пришли какие-то мужики со стеклянными глазами то ли опоренные то ли просто там под чем-то это тоже короче такое любитель на но за тайна делает он это тайна делает сто процентов он почему-то слушайте для вас маг мы пытаемся манипулировать или девчонок все читаем может быть кто-то еще смотрит мальчики там своих партнеров вот короче нам кажется что мы пытаемся манипулировать вам кажется позиции вот а получается все наоборот что нами играют в вами простите играют как кошки-мышки реально как в кошки-мышки вам кажется что вы заорканили туда кота на самом деле код играет с вами как с мышкой вы пытались его продавить пытались выстроить то что мне нужно выстраивает из вас то есть вроде как человек вам зеркали то что вы хотите да там говорит типа все будет ну вот по факту делаю только то что ему надо то что ему хочется силу кстати может применить еще вот ладно сейчас мне скажете такой меня любят мне в любви признавалась давайте смотреть истинное отношение к вам тройка пентаклей пожезлов рыцарь пентаклей не человек вам просто пользуются ну просто пользуются простить тут как-то совсем прям смотрите же злые пентакли давать вам какой-то самый минимум такое ощущение что это прям в темнице держит сейчас еще одно вытащу да есть такое кстати а есть ощущение ревности вот ну что человек из-за этого чуть ли не в черном теле типа держать вас будет или что как вот изучает горит я горит тебя проверяю я горит тебя проверяю потому что а если действительно раскусывал ваши манипуляции вот эти помогу да он как бы вам условно не доверяет ведь перевернутые влюбленные тебе горит что-то от меня надо еще как относится к вам но всем горит вот как пасла чаши терпения горит переполнена совсем вот прям чаши терпения переполнен но ему это нравится потому что эта игра такая смотрите это действительно игра на грани блин у башни перевернуты это как бы туз жезлов самое главное в этой всей ситуации психологически вовремя сказать стоп слова потому что вам обоим нравится эта игра вот но условно если как бы вы не скажете стоп слова это будет доходить просто до крайности до пределов и как бы нужно уметь остановиться потому что если вы это позволяете это будет все хуже и хуже это ну не знаю уже какая-то мне кажется не совсем нормальная история в этом все может быть какая-то эмоциональная депривация знаете как будто вот вам нельзя говорить то что вам не нравится вас как будто затыкают что я хорошо плана давайте на вас слушайте но если он правда реально жена то это все равно вот периодически к вам на перезагрузку да и если например у нас строго воспитания или менталитета вполне возможно что в семье со своей женщиной не может творить все то что творит с вами да то что вы может быть ему разрешаете ли чего получаете там истинное удовольствие то есть ему это надо понимаете и он за этим будет возвращаться но у меня что-то ощущение видимо что он с вами как-то спускает всех своих собак и чё там это восьмерка кубков но я же говорю вот когда соскучится когда соскучится по трэшу по драми он будет проявляться понимаете когда соскучится по трэшу и по драми рассматривает ли он вас как-то серьезно если у него планы на вас да вы знаете а здесь скорее всего речь идет исключительно про его эмоциональные реакции на как бы хочется собственно там близости интимные он тут как бы нарисовался нарисовался хочется сбить с вас корону что-то вы там много требуете момента воспитания чего-то короче опять какие-то ролевые игры непонятные вполне возможно что развести вас там на не знаю короче вот больше чем на одного человека нам рядом да в интимные там близости или он действительно там знаю про ваши какие-то тайные желания где собственно там ни один персонаж да вот ну как бы любвеобильность может быть и собственно как бы на все люди взрослые но как бы сказать что ему это нравится то скорее всего и тут очень сильным бесит есть эмоциональная привязка понимаете но вот эмоциональная привязка наверное больше как тирана к жертве потому что ему прям знаете вот это запах адреналина что вот ему кажется что он может творить с вами все что хочет в том числе еще за какие-то блага может быть за деньги понимаете как это сказать было эмоциональная привязанность которого явно обесценили ли дали как бы понять что вам это не нужно вам это не интересно что-то обиделся закрылся и теперь действительно как-то пытается вас воспитывать наказывать короче прямо перекрывает кислород может быть он прям придушивать там любит во время близости честно говоря прям но не хватает вам этого стоп-слова потому что заиграетесь и не дай бог что это может случиться по неосторожности но это так просто предупредить что ваши адреналиновые игры они реально при могут быть опасны честно говоря в перспективе ничего хорошего в отношениях но вам не нужны отношения с этим человеком ну серьезные вам директ не сильно нужна вот эта драма пока вы не насытитесь вот этой всей драмой ну кого-то бьет значит любит но у кого-то так вот потому что для кого-то например там легкая пощелчина это совсем не телесное наказание типа этому так играем да или там ой да я типа сама виновата но я знаю что меня будут смотреть такие девочки но просто короче смотрите сами когда вы впадаете в зависимости от мужчины с подобными проявлениями но это действительно может быть опасно город но дело когда датчик адекватный в это поиграть все а другое дело когда у второго настолько раздавлены личные границы что он просто не знает стоп-слова да и чувствует себя просто игрушкой да в руках другого человека не есть хорошо это тоже есть опасно поэтому мнительная нервоведьма хватается за сердце предупреждает что на самом деле играете с огнем вы думаете что в этим огнем управляете но он вас реально может сжечь к хренам собачьим вот эта позиция была так троечка ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами давайте три карты на психологический портрет ваших отношений цветочек с вами будем выкладывать это как к вам партнер относится на самом деле дает планы ну что давайте психологический портрет отношений ваш прошла любовь завяли помидоры что-то в прошлом да у меня ощущение что вот вроде как либо вышли до глубокого то отрицательно накопленный опыт отрицательно накопленный потенциал может быть он уходил из семьи если вы смотрите например на мужа да и как бы условно вернулся и здесь речь идет исключительно во втором шансе понимаете и собственно как бы не факт может быть у кого-то 23 шанс слушайте не факт что хочется да заново в это все мы очень сильно боимся опять же в это погружаться очень много накопленных претензий очень много накопленных претензий дайте мне одну карту я хочу понять это ваше прошлое отношение или все-таки уже настоящий с этим человеком потому что опять после призраки прошлого этот человек для вас в прошлом которого вы смотрите но однозначно конечно но десятками чей вы хотите сказать что это новое знакомство нет это все уже условно завершение цикла финал да тут десятки как знаете как убитая любовь уничтоженная любовь понимаете уничтоженные чувства растоптанная самооценка очень много детских обид по пажу кубков очень сильно пытались этого человека простить понятие как это и рационально и и рационально почему же конкретно вот он так вам поступает может быть вы были вместе ради детей с этим человеком да или там хотели детей но вот сама по себе ситуация она реально в прошлом может быть дети это единственное что вас объединяет да ради чего вы общаетесь потому что было ощущение все таки семьи может быть по умеренности да или знаете это вяло текущая история когда каждый условно своей семье но кроет нас такой до черной страсти такая темная любовь и порочная наверное да даже несколько порочная и ты понимаешь что ты ее не вывозишь и она тебя просто накрывает с головой дам то есть есть любовь который дает цвет а вас любовь которая заставляет вас плакать любовь которая дает ощущение тьмы понимаете такая непроглядность до морок может быть а это человек безусловно как-то назначить действует гнетущего то ощущение что вот когда у него все хорошо вас бесит и как бы обратно такая же ситуация может быть да безусловно больно не закрыты гештальт какой то есть между вами а сейчас чего там посмотрю ну ладно семерки четверка кубков то есть мы эту ситуацию усугубляем как будто мы его действительно сейчас помним исключительно плохое то что нас связывало и связывает смотрите может быть здесь человек действительно пытался уже построить какие-то другие отношения или вы условно пытались построить отношения но поскольку вас вот этот негативный опыт и вы больше смотрите в прошлое вам крайне сложно построить новые отношения а вы были уже после этого человека в новых отношениях вы не готовы к новым точно смотрите луна до перевернутая карта башни это иррациональный страх что может быть все последующие будут оказываться как вот эта мощная фигура которая просто кармическим серпом понимаете прошлась там то ваша жизнь однозначно посмотрите на человек который просто переворачивает ваше мировоззрение он лишает вас опор понимаете но может быть от него была какая-то финансовая зависимость король пентаклей странно конечно что вы хотите смотреть планы что меня ощущение что ты бывший мужчина как будто вы больше нет вашей жизни это отделаться прям не можете смотреть карта мага до перевернутой как бы повешенный да может быть вы чувствуете определенную силу или воздействие на этого человека ли он на вас пытается воздействовать на вообще вот если на ментале осмотреть у меня ощущение это битва магов происходит какой-то сильный магический сектор настоящему колдуну до попали вот навязчивая история ощущение что вы как будто же в отношении с другим человеком действительно можете идти а он как будто треть в постели вы будто не звали это странная историка человек из вашей жизни ушел на все равно присутствует может быть это блок а он тут внезапно проявляется и пытается тут как бы прорваться сквозь этот блок ну да тут выстраивая не выстраивая личные границы на все равно прикрется этим императором да зачем ну во первых он сказал что он будет разрушать все то что не связано с ним молодец какое не отпустит восточных не отпускает тут меня сразу показывает как будто надеяться на возобновление отношений при этом смотрите психологический портрет когда условно выкладываю ваших отношений мужик прям сильно очень пытается рулить здесь вообще нет вашей фигуры здесь вот огромная мужская смотрите она это все перекрывает а вы кто вообще в этой ситуации мне прям интересно двое к кубков наш мечей вы как будто не осознаете свой урок с этим человеком да что скорее всего он просто вас как-то зеркалит и здесь очень много общего и он это чувствует и понимает да и абсолютно какие-то странные проявления по отношению к вам а вы как будто не видите типа что вот это все делается потому что у него как будто нет а право на то чтобы показывать свои чувства там колесница перевернута тоже история либо завершенная либо просто это ну ни к чему не приводит ну ладно давайте смотреть какая тут конечно санта-барбара он тут прям мужчина прям крутит вихри враждебный беет над нами хорошо как он вас видит в этих отношениях сейчас там для себя там и так далее но тут скорее всего как-то смотрит по-другому понимаете на вас да потому что ощущение что он не видит вас настоящий он видит ваше отражение на все равно продолжает как то стоит то ли идеализировать понимаете то ли придумать вас такой какой вы вообще не являетесь тут такой знаете немножко момент сакрализации сакрализации женская скорее всего что-то ему открыли что-то показали а дали ему те чувства которые он никогда в жизни не испытывал и такое ощущение что вы прям татуировкой на сердце я не знаю может быть он конечно набил ваше имя там на груди на свои а у него запрет понимаете вот ух девочки мальчики конечно была бы у меня возможность более какой-то приватной площадке нежели youtube была бы возможность у меня конечно знаете такую определенную фильтра на аудиторию я бы вела расклады намного более наверное откровенно я так хочу сказать буду прям говорить но когда очень сильная травма которая связана женщинами из своими собственными сексуальными проявлениями так такое очень часто бывает когда строгое воспитание да когда холодная мать а когда например там воспитывать семьи ортодоксов понимаете верующих очень сильно до консерваторов да и знаете мужчина идеализирует женщину и соответственно десакрализировать ее сейчас объясню что это такое то есть уступить с ней в физические отношения слушайте но это то же самое как заняться любовью там с как бы вам так сказать-то мягко чтобы же никого-то не обидеть не оскорбить то чувство ничьи короче как заняться любовью с чем-то сакральным на этому что сексологи психологи меня сейчас как бы понимаю да и вот вы понимаете стали вот этой женщиной которая устроила ему вот этот катарсис то есть он изначально вас как-то очень сильно идеализировал а потом когда так получилось что видимо но отношения состоялись на со своим каким-то вот идеалом понимаете с неприступной женщины которую словно там сдалась его осаде например на или вы прошли с ним через период френд зоны и как бы теперь вот он может к этому чуду прикоснуться и вот вот эта ситуация она на самом деле прям вот неизгладимая понимаете она прям каким-то шрамом татуировкой на сердце и даже если него будут там какие-то дальнейшие отношения вы все равно вот с ним все время рядом да и даже если вы сами как бы хотели бы из его жизни изгнать свою тень он ее тащит за собой прям реально тащит вот идеализирование такое у меня ощущение что вас двое мужчин уж не обессудьте девочки мои там троечки или мальчики тут есть еще кто-то чтобы вот абсолютно разные энергии либо вашего мужика который вы смотрите жесточайшая биполярка жесточайшая с одной стороны желание прям укрепить вот эти понимаете свои позиции с другой стороны там как-то прям не сильно это мощный стержень у него постоянно нужно одобрение как он нас еще видит ой тут конечно такая ситуация что если бы он выбирал бы себе условно традиционную жену и застали или нет потому что она вас видит очень плохой матерью либо это собственные проекции либо эта женщина как бы знаете вот не создана для семьи потому что она слишком капризно дошла нас воспринимает какой-то мы как маленького ребенка понимаете может быть ему это нормально воспринимать женщин как маленькие детей которых нужно заботиться слышу может быть ему это вбили все воспитание у него например были там младшие сестры да вот но это тоже какая-то немножко травмочка что он очень сильно боится видите в женщине женщину очень сильно потом его быть сложности с взаимоотношениями скорее всего его среде были очень меркантильные женщины понимаете но с меркантильными женщинами явно проще потому что он умеет их покупать да он знает что им нужно а вот не меркантильным женщинам которых он действительно сакрализирует идеализирует типа вас а вы здесь в этой ситуации общение меркантильные он не знает как поэтому здесь у него ну закрытые бештайты короче да с женщинами которые от него требуют условно вот может быть кстати у него есть дети с которыми не живет да то есть он мне рассказывает что есть какое-то я не знаю что правда мусульман что он говорит харам как бы это грех вот что может он оставил какую-то женщину с детьми вот он прямо себя чувствует как-то неполноценно потому что ну да кстати такое может быть что из-за близости женщины он как будто в чувстве вины я не знаю что это такое такое очень бывает например когда женщина забеременела а и то есть не дала ему возможность видеться там со своим ребенком как-то он очень сильно переживает по этому поводу а детей точно больше не хочет либо конкретно от вас понимаете либо просто не хочет детей он как-то к ним странно относится может чужим детям знаете а мы сейчас рассматриваем человека это ну может быть у вас просто других там браков здесь есть он говорит с меня хватит ягры слишком много ответственности тащу там да и с одной стороны конечно по отношению к вам там много претензий потому что было ощущение что он как будто обеспечил вам зону комфорта и он это не может уже вывозить понимаете ему прям реально это все очень тяжело дается потому что он говорит я делал еще максимум что мог реально делал максимум что мог и вроде какой за синий ощущает ценности и говорит что вот если я собственно уйду может еще и детей заберет кто его знает ну то есть если заберет детей это ваша совместная дети это на зло потому что они сильно то их и любят я же говорю что у него какая-то больная история которая связана с детьми вот понимаете то ли говорю он их не хочет или не любит или просто его воспитывали так что на него завалили огромное количество ответственности по воспитанию еще условно то младше братьев сестер примеру вот и как выйдем у этой ситуации не интересно понимаете но я не удивлюсь если он конечно работает с людьми потому что у него очень сильный синдром спасателя тройка рыцарь кубка да ему нужно быть хорошим него такая тоже найти тень не выплескивается вот даже видимо когда хочется накричать у него как будто нет на это право это право старшего брата я не знаю что это такое он ко всем короче так относится с одной стороны такая боевая подруга с другой стороны не воспринимает серьез как полноценного партнера и он ждал чтобы вы стали этим полноценным партнером на говорит что не стали вот что ушли условно да то есть не в семью это все короче пошло а вот как он горит как как не в коня корм да видимо каждый стал заниматься своей жизнью но планы хорошо у него какие на вас призрачные слушайте реально призрачные страны сейчас я конечно шестерку жезлов дополню если призрачные планы это наобещать а то что вам нужно чтобы получить свое но не призрачным где нас обманывает кстати тут какая-то история которая связана со стабильностью вот либо с финансами а еще кстати может обманывать что как-то что все между вами закончилась да так хочу план это королева жезлов перевернутая сила вы знаете здесь короче такая ситуация планы вот он зайчик вот сидит как в логове ждет то есть типа поиграется придет да что-то не у тебя все равно без меня ничего не получится да и вот ощущение что я то конечно понимаю что я сейчас я должен отпустить но так это все было по глупости как бы по дурости видите но знаете чем не здесь не нравится в этой ситуации самое большое что он говорит что вам нужно быть проще и активно очень сбивает корону то есть такое ощущение понимаете что у него осуждение за то что вы хотите реально жить как-то лучше или реализоваться или чтобы как бы вашей семье не за может быть было больше достатка до или это как-то связано с вашей внутренней свободы он это все не приветствует он считает что это баловство плаш и как бы видимо нормальные женщины так не поступают да потому что видимо для него понятия там типа нормальные женщины жена там партнерша короче и так далее он типа значит голова женщина шея да но тогда когда она реально этого заслуживает вот а вы собственно не заслуживаете и ощущение что опять же мне но перед вашими глазами может разыгрываться драма когда например он что-то делает хорошо какой-то другой женщине но одним глазом смотрит на вас и говорит смотри у тебя могло бы быть то же самое если ты себя хорошо вела понимаете то есть у него всегда знаете поощрение короче за какое-то хорошее поведение за правильные поступки но как бы такое себе да то есть мужчина будет продолжать как бы вас воспитывать пусть наверное начнут себя в первую очередь потому что здесь у него и ревность и куда пошла до такой паш пентакли может быть действительно деньгами будет пытаться как-то вас привязывать понимаете что в этой ситуации сильно пока на данный момент свободы нет а вот клетка который вроде с маленьким леген тонкими прутиками что их почти не видно она присутствует или знаете какой нибудь там и шоковая шейник да отойдете на три метра востоком долбанет потому что ну там к ноге вот такой вот у нас мужчина по третьему ряду очень собственник очень собственник да и считает видим видимо что дам как бы я тебе то что нужно в рамках того что я могу и в рамках того что я хочу но как бы только в том случае посмотри какой я хороший могу быть и да если как бы меня там любит или там короче меня слушает значит такое опять связка с мамой но я сюда не копну потому что мне придется раскапывать мариинскую впадину психологу не пойдет потому что начитаешь все нормально вот такая была история с вами была я ваша нейро ведьма а